Приветствую вас! Совершенно очевидно, что мужчина на данный момент не воспринимает вас в качестве серьёзного партнёра. Совершенно очевидно, что мужчину вы пока что не интересуете. Я не говорю вообще, но на данный момент вы его не интересуете. Так как, ну например, вам хотелось бы этого. Возможно. Вот. А почему вы его не интересуете? Это абсолютно не важно, потому что здесь всё зависит от его самого, то есть от мужчины. Ни в коем случае это не зависит от вас. Вот. То есть не нужно думать, что вы что-то сделали не так. Вот. Но если вы не уверены в себе, то с этим нужно поработать. Это также с моделью женского поведения, чтобы мужчины, ну, хотели с вами быть, чтобы мужчины хотели с вами встречаться. Чтобы мужчин это интересовало. Вот. То есть это можно, можно это поменять, можно это подкорректировать. Вот. Если у вас есть такое желание. Вот. Значит. Но тем не менее. От вас в этой ситуации что-либо зависит очень мало. Поскольку на данный момент ваш мужчина явно не хочет с вами общаться. Вот. Поскольку на данный момент мужчина явно не проявляет к вам интерес. То все решения, которые вы принимаете, все решения, которые вы можете, которые вы могли бы принять, то есть эти решения нужно принимать исключительно только в контексте своих собственных интересов. Исключительно в контексте того, чего вы сами хотите. Что вам нужно. Самой. То есть не мужчине, а вам. То есть ориентироваться, грубо говоря, нужно исключительно на себя. Здесь. Ну, именно вот здесь, именно в данном аспекте. Ориентироваться нужно исключительно на себя. Что важно для вас. Что важно для вас. В данный момент, что важно для вас. В данный момент. Вот. Вот. Это мне представляется самым главным, если мы говорим о том, значит, что на данный момент происходит. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Почему вы его ждёте, почему вы о нём так печётесь, почему он стал для вас так важен, чем он стал для вас так важен. Именно чем конкретно. Вот. Это то, что нужно постараться выяснить, это то, что нужно постараться определить, потому что именно этот аспект делает вас не свободны. То есть из-за этого аспекта вы по факту, значит, привязаны к мужчине и, собственно, не двигаетесь вперёд и, собственно, промазите себя и по факту, тратите время на того, кому скорее всего на вас, ну в данном случае всё равно, то есть кто вам в данный момент не интересуется. И у такой привязки, у такой привязки, безусловно, есть причина. что вы хотите в контексте мужчины, что вам нужно в его контексте. Попробуйте сами себе ответить на этот вопрос. Т.е. рассмотрите свою привязанность к нему, да, рассмотрите свою привязанность к нему. Именно через, вот, собственно, призму попребности, именно через призму своей попребности, через призму того, что вы хотите. Понимаете? Ну вот. И, соответственно, соответственно, исходя из этого, вы уже будете лучше понимать, что вам нужно, чего вы хотите. И вполне возможно, что сможете удовлетворить свои потребности, ну вот. другим более, более самостоятельным способом. Другим более, более безопасным и, собственно, менее энергозатратным способом. Вот так. Я бы сказал. Да? Вот. Так что, решить, решать вам, вот если говорить о том, что вам решать, да, то решать нужно именно из этого ключа, опираясь, отталкиваясь, от этого. Вот. Понимаете, какой момент. Я думаю, что так вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Ну а помочь вам разобраться в том, что происходит, как и сказал мой коллега, можно на личных консультациях, если вы более полно раскроете суть того, что с вами происходит. То есть, понимаете, по описанию не похоже, что у вас проблема в личной жизни, потому что, собственно, и личной жизни-то у вас нет. Ну, именно, вот, если это, если это, то, что вы описали, есть личная жизнь, то это не личная жизнь. Это, это что-то вроде иллюзии. Потому что, потому что личная жизнь такой быть не может. Личная жизнь, это всё-таки, когда два человека находятся в состоянии отношений. То, что мужчина, там, вас звал куда-то, приглашал, вот, но в гости, в гости вы к нему так и не попали. Это, к сожалению, не значит ничего. И мужчина не готов к серьёзным отношениям, скорее всего, на данный момент. Это не значит, что он вообще не готов к серьёзным отношениям. Просто сейчас, на данный момент, это вот так. И вам нужно это принять. Если вы подкорректируете своё поведение, если вы, например, станете более самостоятельной, более независимой, более, ну, скажем так, более недоступной для него, то вполне возможно, что человек обратит на вас внимание. Я вот не очень понимаю, да, вот вы говорите, что, значит, познакомились с молодым человеком, встречались у вас к себе в гости, и он не звал. Часто ездил там за город. Вот вы сколько встречались, что ему про, собственно, гинеколога-то рассказали? Сколько времени вы встречались, что человеку рассказывать, ну, вот, такие интимные достаточно вещи. Согласитесь, ну, это странно. Что говорит о том, что вполне возможно, вам нужно подкорректировать немножечко, хотя бы, свои личные границы. Ну, не достаточно простроены, вы спешите, спешите, именно спешите растворяться в людях, хотя делать этого не стоит. или стоит, но далеко не всегда, не всегда. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, ээээм, нужно на эти моменты обратить внимание. И тогда вы сами увидите, что нужно делать. Вот вы говорите обо том, что, эээ, вот вы спрашиваете, эээ, что мне сейчас думать? Я полагаю, что, что вам думать-то вы знаете и так. Я полагаю, что мысли-то у вас есть. Вот. Потому что мысли-то то, что, то, чем человек не может управлять, собственно говоря. Вот. Он не управляет своими мыслями, человек. Но у вас, эээ, получается такая история, что вы хотите управлять своими мыслями. Либо вы вообще не управляете своими мыслями, то есть в том плане, что они вас не слушают, не слушают. Это, эээ, сценарий такой жизненный. Ну, в данном случае речь идет о жизненном сценарии, который называется без ума. То есть вы не анализируете. И здесь я бы хотел, эээ, чтобы вы немножко поисследовали, вот, эээ, свой подход к отношениям с людьми. То есть как вы ему подходите, с какой, с точки зрения, как, эээ, например, вы, допустим, эээ, воспринимаете мужчин, мужчин, а да, то есть, ну, как вот, как они для вас выглядят. Вот вы говорите, что познакомился с молодым человеком. Вот. Вы познакомились с молодым человеком. Хорошо. А дальше? Что? Что? То есть, общались ли вы? Проходили ли вы так называемую производственную стадию, когда человек показывает себя в деле? Проверяли ли вы его на, например, порядочность, на, например, там, надежность и так далее? Вы говорите, что встречались вы у вас. А по какой причине вы встречались у вас? То есть, ну понятно, да? Я, эээ, для чего вы встречались у вас? Вот что меня интересует. То есть, ээээ, мужчин это, эээ, к себе вас не злал, и вы это, получается, при нем приняли, то что он вас не злал к себе? А по какой причине? На что рассчитывали? Может быть, хотели чего-то? Кто знает? Да? Вот. Знаете, какая история? То есть, мне кажется, что вот эти все моменты нужно разобрать вам. И больше внимания обращать на себя, больше внимания обращать на свои чувства, на то, что хотите вы, на то, что важно вам, на то, что интересно вам. И заниматься именно этим, реализацией. Тогда и личную жизнь, в принципе, наладится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.